История часто окутана, тайной. Туман времени скрывает истину. Немногие фигуры воплощают это в большей степени, чем Рюрик, легендарный вождь викингов. Он вышел из тени, чтобы определить судьбу Восточной Европы. Его происхождение остается предметом ожесточенных споров. Некоторые ученые считают, что он был шведским викингом, другие утверждают, что он был датского или даже славянского происхождения. История Рюрика начинается в 9 веке нашей эры. Европа находилась в состоянии перемен. Викинги, свирепые воины из Скандинавии расширяли свою сферу влияния. Они совершали набеги, торговали и завоевывали весь континент. Имя Рюрика фигурирует в «Повести временных лет», летописи 12 века, посвященной ранней истории восточных славян. Он описывается как варяг, термин, используемый для обозначения скандинавских искателей приключений и торговцев. Эти варяги сыграли ключевую роль в событиях того времени. Точное местонахождение родины Рюрика неизвестно. Некоторые историки считают, что он происходил из Рослагена, прибрежного района в Швеции. Другие указывают на Данию, как на возможное место происхождение. Отсутствие убедительных доказательств породило многовековые спекуляции. Эта тайна только добавляет очарование истории Рюрика. Это превращает его в почти мифическую фигуру. Повесть временных лет рассказывает нам, что Рюрик и его братья Синеус и Тругор были приглашены править славянскими племенами вокруг Новгорода. Славяне искали сильного лидера. Они устали от внутренних распрей и внешних умов. Было ли это приглашение искренним или результатом давления викинг? Неясно. Несомненно то, что прибытие Рюрика ознаменовало поворотный момент в истории. Это положило начало событиям, которые будут формировать политический ландшафт Восточной Европы на протяжении веков. Ранняя жизнь Рюрика – это в равной степени плод легенды и исторического факта. То немногое, что мы знаем, происходит из комбинации летописей, саг и археологических данных. Эти источники рисуют картину искусного воина и проницательного лидера. Он обладал харизмой и хитростью, чтобы объединить разрозненные группы под своим знаменем. Приход Рюрика к власти был стремительным и решительным. Он прибыл в Новгород, крупный торговый центр, со своими братьями и отрядом верных воинов. Он быстро установил контроль над городом. Его братьям была передана власть над другими территориями, хотя их правление было недолгим. После их смерти Рюрик консолидировал свою власть. Он стал единым правителем зарождающегося государства Русь. Рюрик понимал важность торговли. Он поощрял торговлю как с Византийской империей на юге, так и с арабским халифатом на востоке. Это принесло богатство и процветание в его владение. Это также познакомило его народ с новыми идеями и культурой. Правление Рюрика не обошлось без проблем. Он столкнулся с внутренними восстаниями и внешними угрозами со стороны соседних племен. Однако он оказался искусным дипломатом и безжалостным военачальником. Он сокрушал своих врагов и расширял свои территории. Вождь викингов был не просто завоевателем, он был также строителем. Он укреплял города, основывал новые поселения и закладывал основы могущественного государства. Его правление ознаменовало начало династии Рюриковичей. Она правила различными восточнославянскими территориями более 700 лет. Наследие Рюрика неразрывно связано с рождением Руси, народа, который создаст обширную и влиятельную империю. Военные достижения Рюрика сыграли важную роль в его приходе к власти. Он был бесстрашным воином и блестящим стратегом, ведя свои войска к победе над грозными противниками. Он понимал важность военно-морской мощи. Викинги были властелинами морей, и Рюрик использовал их мастерство в своих интересах. Его драккары, быстрые и маневренные, позволяли ему контролировать реки и озера Восточной Европы. Это давало ему значительное преимущество над врагами. Одна из самых заметных военных кампаний Рюрика была направлена против Хазар. Хазары были могущественной Тюркской империей, которая контролировала большую часть современной юго-западной России и Украины. Они требовали дань со славянских племен. Рюрик отказался подчиниться их требованиям. Он предпринял серию дерзких набегов на хазарские поселения. Его победы ослабили власть Хазар в регионе. Они проложили путь к расширению государства Русь. Военная тактика Рюрика представляла собой сочетание ярости викингов и стратегической хитрости. Он был известен использованием внезапных атак, молниеносных набегов и стратегических союзов. Он часто использовал слабости своих врагов, обращая их собственную тактику против них. Его победы были обусловлены не только грубой силой, но и его способностью маневрировать и перехитрить своих противников. Военные успехи вождя викингов вселяли страх в его врагов и преданность в его последователей. Он был не просто завоевателем, он был защитником, щитом от хаоса того времени. Его победы принесли стабильность в регион, позволив процветать торговле и культуре. Военное наследие Рюрика – это стратегический гений и непоколебимая решимость, свидетельство воинского духа викингов, который помог определить ход истории. Загадка Рюрика. Наследие, рожденное в тумане. Туманы времени скрывают истоки наций. Они скрывают деяния героев и восхождение империи. И все же некоторые фигуры пробиваются сквозь завесу, оставляя неизгладимый след в истории. Рюрик – легендарный варяжский князь, одна из таких фигур. Он считается загадочным основателем династии Рюриковичей, рода правителей, которые на протяжении веков определяли судьбы восточнославянского мира. История Рюрика – это гобелин, сотканный из фактов и легенд. Она сочетает в себе исторические свидетельства с богатой мифологией скандинавских саг. Отделять правду от вымысла – задача не из легких для историков и по сей день. Точные подробности жизни Рюрика остаются загадкой. Однако влияние его прибытия на восток неоспоримо. Он появился с севера, воин из страны викингов. Рюрик и его дружина варягов спустились по рекам Восточной Европы. Они установили свое правление над славянскими и финскими племенами, населявшими эти земли. Это знаменательное событие, традиционно датируемое 862 годом нашей эры, ознаменовало рождение Руси, могущественного государства, которое впоследствии превратилось в средневековые русские княжества. Этот фильм погружает нас в исторический и мифический мир Рюрика. Мы исследуем его происхождение, его восхождение к власти и его неприходящее наследие. Присоединяйтесь к нам в путешествии во времени, чтобы раскрыть историю Рюрика, основателя династии и архитектора нации. Шопот с севера – происхождение правителя. Происхождение Рюрика окутано тайной головоломкой, которая веками занимала умы историков и подпитывала бесчисленные споры. Первоисточники, зачастую противоречивые, предлагают лишь дразнящие проблески его прошлого. Некоторые летописи утверждают, что он происходил от легендарного Рагнара Ладброка, героя викингов, чьи подвиги увековечены в скандинавских сагах. Другие предполагают связь с датской династией Скьольдунгов, связывая Рюрика с родом могущественных скандинавских королей. Наиболее распространенная теория гласит, что Рюрик был родом из Дании. Он принадлежал к группе викингов, известных как русы. Название, возможно, происходит от финского слова, обозначающего шведских гребцов. Эти мореходы, прославившиеся своим военно-морским мастерством и грабительскими походами, сыграли значительную роль в экспансии эпохи викингов. Они отправлялись в дальние странствия, основывая торговые пути и поселения на огромных расстояниях. Ранние годы Рюрика, вероятно, прошли среди суровых ландшафтов Скандинавии. Он был погружен в культуру, пропитанную мореходными традициями, воинскими ценностями и сложной системой языческих верований. Саги изображают общество, где честь, отвага и сила были превыше всего. Юношей обучали военному искусству. Они жаждали славы в бою и добыче, завоеванной в битвах. Именно в этом горниле Рюрик оттачивал свое мастерство воина и вождя. Его имя, возможно, происходящее от древнескандинавского слова, означающего «славу» или «известность», предвещало тот неизгладимый след, который он оставит в истории. Движимый амбициями, жаждой приключений или, возможно, желанием создать собственное владение, Рюрик обратил свой взор на восток. Едва ли он мог знать, что его прибытие на земли славян навсегда изменит ход истории, дав начало наследию, которое продлится столетие. Зов Востока. Прибытие Рюрика и возвышение династии. Обстоятельства прибытия Рюрика на восток являются предметом таких же споров, как и его происхождение. Повесть временных лет, ключевой источник по ранней истории восточных славян, рассказывает, как славянские и финские племена, населявшие земли вокруг Ладожского озера призвали Рюрика и его братьев править ими. Они искали сильных лидеров, чтобы подавить внутренние распри и обеспечить защиту от внешних угроз. Это приглашение, будь то искренняя мольба о помощи или стратегический маневр самого Рюрика, ознаменовало начало правление династии Рюриковичи. В 862 году нашей эры Рюрик и его дружина, грозная сила варяжских воинов, основали свою крепость в Ладоге. Они быстро укрепили свою власть над окружающими территориями. Прибытие Рюрика положило начало новой эре в истории восточных славян. Он принес с собой военную организацию, административные навыки и культурные веяния викингов. Будучи опытным воином и дальновидным стратегом, Рюрик понимал важность безопасных границ и стратегических союзов. Он расширил свою власть на юг, захватив стратегически важный город Новгород. Новгород, расположенный на важном торговом пути, соединяющем Скандинавию с Византийской империей, стал столицей зарождавшегося государства Русь. Правление Рюрика, отмеченное военными походами и укреплением власти, также заложило основу для процветающего государства. Он признавал важность торговли и дипломатии. Он установил отношения с соседними славянскими племенами и даже начал переговоры с могущественной Византийской империей на юге. Под его руководством Русь начала превращаться в значительную силу в Восточной Европе. Ее присутствие ощущалось от Балтийского моря до степей Востока, закладывая основу для возникновения могущественной и прочной империи. От Балтики до Черного моря – расширение пределов Руси. Правление Рюрика ознаменовало начало эпохи экспансии Руси. Движимые амбициями и стремлением к богатству, его преемники продолжали расширять свое влияние далеко за пределы первоначальных поселений вокруг Ладогии и Новгорода. Они предпринимали смелые военные походы, покоряя обширные речные системы, пересекавшие Восточную Европу. Эти реки служили жизненно важными артериями для торговли и завоеваний. Одной из самых значительных экспедиций, предпринятых ранней Русью, был легендарный поход на Константинополь в 860 году. Эта дерзкая атака, возглавляемая предполагаемыми предшественниками Рюрика Аскольдом и Диром, продемонстрировала военно-морское могущество Руси и повергла в трепет Византийскую империю. И хотя в конечном итоге поход оказался неудачным, он продемонстрировал растущую военную мощь Руси и ее амбиции бросить вызов даже самым могущественным империям того времени. При преемниках Рюрика, особенно при его сыне Игоре и внуке Святославе, владения Руси продолжали расширяться. Они покорили соседние славянские племена, распространив свою власть на юг вдоль реки Днепр к Черному морю. Эти походы познакомили их с новыми культурами и народами. Они способствовали развитию торговых связей, что еще больше обогатило молодое государство Русь. Русь также вела ожесточенные войны с кочевыми племенами с Востока, такими как хазары и печенеги. Эти столкновения стали испытанием их военного мастерства и сформировали геополитический ландшафт Восточной Европы. Благодаря сочетанию военной мощи, стратегических союзов и искусной дипломатии, правители династии Рюриковичей создали могущественное государство, простиравшееся от Балтийского до Черного моря. Экспансия Руси была обусловлена не только военными завоеваниями. Торговля играла жизненно важную роль в ее возвышении. Реки Восточной Европы служили оживленными торговыми путями, соединявшими Скандинавию и Балтийский регион с Византийской империей и богатствами Востока. Русь контролировала ключевые пункты на этих путях. Она накапливала богатство и мощь за счет торговли мехами, рабами, медом, воском и другими ценными товарами. Эхо в сагах. Рюрик в мифах и легендах. В то время как историческое существование Рюрика в целом признается учеными, подробности его жизни скудны. Этот пробел заполнен мифами и легендами, передаваемыми из поколения в поколение. Эти предания позволяют заглянуть в культурный ландшафт того времени. Они освещают ценности и верования, которые формировали мир, в котором жил Рюрик. Скандинавские саги, хотя и не всегда исторически достоверны, дают ценное представление о мире викингов. Они часто изображают Рюрика потомком Одина, всеотца, связывая его с божественным происхождением, которое узаконивало его правление и вселяло трепет в сердцах его подданных. Одна из саг рассказывает о том, как Рюрик, изгнанный из родных краев, прибыл на восток со своими братьями Синеусом и Трувором. Эта история, хотя вероятно и приукрашена, отражает распространенную практику вождей викингов, отправлявшихся основывать собственные владения. Она подчеркивает важность родства и верности в обществе викингов. Другая легенда связывает Рюрика с мифическим героем Рагнером Ладброком. Эта история, популяризированная средневековыми летописями, изображает Рюрика потомком сына Рагнера, которого также звали Рюрик. Эта связь с прославленным героем викингов добавила величие родословной Рюрика и укрепила престиж династии Рюриковичей. Саги и летописи часто изображают Рюрика мудрым и справедливым правителем. Он принес мир и стабильность на завоеванные им земли. Эти образы, хотя вероятно и идеализированы, отражают качества, которых ожидали от успешного лидера в обществе викингов. Они подчеркивают важность, силы, мудрости и умения внушать уважение. Наследие, выкованное в огне и льду, неприходящее влияние Рюрика. Правление Рюрика, хотя и окутанное тайной и легендами, заложило основу для одной из самых могущественных династий в европейской истории. Рюриковичи, претендовавшие на происхождение от этого загадочного варяжского князя, правили восточнославянским миром более семи веков. Они изменили политический и культурный ландшафт Восточной Европы. Прибытие Рюрика на восток стало поворотным моментом в истории региона. Оно положило начало процессу культурного обмена и ассимиляции между скандинавскими викингами и славянским и финским населением, с которым они столкнулись. Это слияние культур породило самобытную русскую идентичность, соединившую скандинавские традиции со славянскими обычаями и византийским влиянием. Рюриковичи приняли христианство в 988 году нашей эры при князе Владимире. Это решение имело далеко идущие последствия для развития восточнославянской цивилизации. Оно способствовало укреплению связей с Византийской империей и открыло Русь культурному и интеллектуальному влиянию христианского мира. Династия Рюриковичей достигла своего расцвета при таких правителях, как Ярослав Мудрый и Владимир Мономар. Они правили в эпоху культурного расцвета, законодательных реформ и территориальной экспансии. Русь стала крупной державой в Восточной Европе, соперничавшей по своему влиянию и престижу с Византийской империей. Даже после того, как монгольские нашествия XIII века разрушили политическое единство Руси, наследие Рюриковичей сохранилось. Одна из самых интригующих легенд, связанных с Рюриком, это история об освященном мече, который он получил в храме Арконы. Аркона была священным местом для славян. Она располагалась на острове Рюген в Балтийском море. Легенда гласит, что Рюрик, стремясь укрепить свои права на власть, отправился в храм Арконы. Он искал благословения славянских жрецов. Жрецы, признав лидерские качества Рюрика, вручили ему великолепный меч. Говорили, что он был выкован в горниле Сварога, славянского бога неба и огня. Этот меч, освященный жрецами Арконы, стал символом власти Рюрика и его связи со славянским народом, которым он правил. Он олицетворял собой слияние варяжских и славянских традиций. Это слияние сформирует культурную идентичность Ранней Руси. Рюрик основал свою столицу в Новгороде и быстро начал укреплять свою власть и расширять свои владения. Он умело лавировал в сложной сети союзов и соперничества между славянскими племенами, закладывая основы могущественного и единого государства. Его правление было отмечено как военной экспансией, так и искусной дипломатией. Признавая важность торговли, Рюрик наладил торговые связи с Византийской империей и землями викингов, принеся богатство и процветание своему молодому государству. Хотя его правление было относительно недолгим, влияние Рюрика на ход восточноевропейской истории было огромным. Он основал династию Рюриковичей, которая правила Русью более семи веков. Основываясь на достижениях Рюрика, его потомки расширили свое господство далеко вокруг, создав огромную империю, простиравшуюся от Балтийского до Черного моря. Происхождение Рюрика окутано тайной и спорами. Скандинавские саги шепчут о свирепом воине, рожденном среди ледяных фьордов Севера. Некоторые ученые считают, что он был родственником легендарного Рагнара Лодбрака. Эта связь добавляет еще один слой интриги к его истории. Другие предполагают, что он происходил из датского рода и поднялся до могущественного вождя. Независимо от его точного происхождения, Рюрик выходит из тьмы веков как грозная фигура, вождь викингов, которому суждено было оставить свой след в истории. Его имя, эхом разносящееся сквозь залы времени, является синонимом завоевания и хитрости. Ранняя жизнь Рюрика остается загадкой, его подвиги сливаются с легендой. Ясно одно, он обладал качествами истинного вождя викингов мужеством, амбициями и жаждой приключений. Движимый такими факторами, как перенаселение, жажда богатства и стремление к новым землям, Рюрик, как и многие его современники, отправился в плавание из своей родины. Его целью были богатые и уязвимые берега Франки, земли, созревшие для завоевания. Имя Рюрика впервые появляется в исторических хрониках в начале IX века. Он и его брат Харальд, возглавляя грозный флот викингов, обрушились на Фриское побережье. Их целью был Дористат, процветающий торговый центр, контролирующий устье Рейна. Дористат с его доступом к богатствам франкских земель оказался неотразимым для набегов викингов. Рюрик, осознавая его стратегическую важность, захватил город, основав базу власти, которая определила его судьбу. Из Дористата Рюрик совершал серию набегов, проникая вглубь франкского королевства. Его ладьи, быстрые и смертоносные, стали грозой рек и побережий Франкии. Он грабил богатые аббатства и города, накапливая сокровища и рабов, оставляя после себя след разрушений. Беспощадность Рюрика в бою и его талант полководца быстро принесли ему грозную репутацию как среди врагов, так и среди его собственных людей. Он стал легендой при жизни. Его имя шепотом произносили от ледяного севера до солнечных берегов Средиземноморья. Возвышение Рюрика совпало с периодом междоусобиц внутри Каролингской империи. Сыновья Людовика Благочестивого, наследники Карла Великого, были втянуты в ожесточенную борьбу за власть. Рюрик, проницательный оппортунист, использовал эти разногласия в своих интересах. Он стравливал каролингских правителей друг с другом, получая уступки и территории в обмен на свою верность. Неожиданным поворотом событий стало клятва верности Рюрика Людовику Немецкому, одному из враждующих каролинских королей. Этот союз, кажущийся нелогичным для вождя викингов, раскрывает политическую хватку Рюрика. Он понимал, что для сохранения своей власти ему необходимо обеспечить себе определенную легитимность во францком мире. В обмен на верность Людовик даровал Рюрику контроль над Дористадом и другими фрисскими территориями. Однако это соглашение оказалось непрочным, поскольку амбиции Рюрика и зыбкие пески каролингской политики привели к будущим конфликтам. Несмотря на свою номинальную верность Людовику Немецкому, Рюрик никогда полностью не отказывался от своих викингских привычек. Он продолжал совершать набеги на франкские земли, испытывая на прочность свой хрупкий договор с каролингами. В 845 году Рюрик, возглавляя огромный флот кораблей викингов, поднялся по сене, впервые разграбив Париж. Этот дерзкий набег потряс францкое королевство, продемонстрировав мощь и дальнобойность викингов. Действия Рюрика вызвали быстрый и жестокий ответ со стороны каролингов. Людовик Немецкий, стремясь восстановить свой авторитет и наказать коварство вождя викингов, предпринял серию походов против крепостей Рюрика во Фризии. Последовавший конфликт был долгим и кровопролитным, свидетельствуя о свирепости как викингских, так и франкских воинов. Рюрик, столкнувшись с подавляющим превосходством сил противника, оказался изобретательным и упорным противником, но его власть начала ослабевать. История Рюрика — это полотно, сотканное из нитей завоеваний, хитрости и адаптации. Он был продуктом своего времени, вождем викингов, который достиг могущества в эпоху потрясений и возможностей. Его наследие сложно и многогранно, его рассматривают сквозь призму как истории викингов, так и истории Европы. Для одних он был безжалостным налетчиком, предвестником хаоса и разрушения. Для других он был проницательным стратегом и способным правителем, который умело ориентировался в коварных водах франкской политики. Влияние Рюрика на историю выходит за рамки его военных подвигов. Его потомки, Рюриковичи, будут править обширными территориями Восточной Европы, основав династию, просуществовавшую несколько веков. Связь между Рюриком-Дорестатским и династией Рюриковичей, хотя и широко признанная, не лишена своих скептиков. Некоторые историки ставят под сомнение достоверность этой связи, указывая на возможные пробелы в исторических хрониках. Эти споры, подогреваемые нехваткой первоисточников и течением времени, вряд ли будут окончательно разрешены. Независимо от споров, история Рюрика служит напоминанием о взаимосвязи истории викингов с более широкими течениями средневековой Европы. Еще больше интриги вокруг Рюрика добавляет множество имен и прозвищ, которые ему приписывают. Во францких хрониках его называют Рориком, латинизированной версией его скандинавского имени. В некоторых источниках его называют Рориком-Дорестатским, закрепляя его связь с этим фрисским торговым центром. Другие варианты его имени, такие как Хрерик и Рерик, встречаются в различных исторических документах. Это обилие имен отражает изменчивый характер идентичности в эпоху викингов, когда люди часто были известны под разными именами в зависимости от контекста. Использование разных имен также подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются историки, собирая воедино историю Рюрика. Из-за ограниченного количества первоисточников и часто противоречивых сведений отделение фактов от вымысла может оказаться непростой задачей. Отсутствие единого, определенного имени еще больше затрудняет попытки создать четкое и однозначное повествование о его жизни и подвигах. Время неизбежно размыло границы между фактами и вымыслом в истории Рюрика. Скандинавские саги, написанные спустя столетия после его смерти, часто приукрашивают его подвиги, превращая его в нереальную фигуру. К этим сказаниям, сколь бы занимательными они ни были, историкам, стремящимся к более точному изображению вождя викингов, следует относиться с осторожностью. Несмотря на трудности, историки продолжают ломать голову над историей Рюрика, стремясь раскрыть человека, стоящего за мифом. Тщательно анализируя современные источники, такие как франкские хроники и анналы, они пытаются реконструировать более детальное и точное описание его жизни. Археологические данные, хоть и скудные, дают дразнящие подсказки о материальной культуре и обществе, в котором действовал Рюрик. Рюрик, вождь викингов, достигший могущества в IX веке, остается загадочной фигурой. Его происхождение окутано тайной. Его жизнь – это полотно завоеваний и хитрости. Он оставил неизгладимый след в истории как Скандинавии, так и Европы. Из своей крепости в Дорестаде он бросил вызов мощи Карлингской империи, оставив наследие, которое продолжает очаровывать и интриговать историков по сей день. Хотя многие вопросы о жизни и правлении Рюрика остаются без ответа, его история служит ярким напоминанием о динамизме и влиянии эпохи викингов. Рюрик, викинг, ставший легендой, продолжает захватывать воображение, напоминая нам о времени, когда моря были путями к приключениям, завоеваниям и созданию новых судеб. Балтийское море холодное, обдуваемое всеми ветрами, неумолимое. И все же из его ледяных глубин поднялась сила, столь же грозная, как и викинги, бороздившие его просторы. Остров Рюген, твердыня с возвышающимися скалами и густыми лесами, был домом для династии, не похожей ни на одну другую. Это были князья Рюгена, владыки волн и повелители славянского царства, простиравшегося далеко вглубь материка. Их история – это история яростной независимости искусных союзов и кровопролитных конфликтов. Это сказание, которое часто упускают из виду, но которое имеет решающее значение для понимания формирования Европы. Представьте себе шумный порт Аркона, сердце могущества Рюгена. Ладьи, груженные мехами, янтарем и рабами, стоят у причалов рядом с изящными торговыми судами из дальних стран. Крики купцов, лязг молотов и ритмичные напевы грибцов наполняют воздух. Это было место, где славянская стойкость сочеталась с космополитизмом, где языческие традиции переплетались с растущим влиянием христианства. Князья Рюгена, потомки древних богов в глазах своего народа, председательствовали над этим ярким калейдоскопом культуры и торговли. Их правление не было временем безраздельного господства. К югу лежала растущая мощь Священной Римской империи, чьи каролингские правители жаждали земель и душ для обращения. На востоке кочевые конные владыки степей представляли постоянную угрозу, их набеги были столь же непредсказуемы, как ветер. Князья Рюгена, однако, не были робкими. Они были воинами, дипломатами и хитрыми стратегами, умеющими натравливать своих врагов друг на друга, защищая при этом свои собственные интересы. На протяжении более трех столетий они удерживали власть, их династия была маяком стабильности в неспокойном мире. Их история – это не просто сноска в аналах эпохи викингов. Это свидетельство несокрушимой силы культурной стойкости и неприходящего наследия народа, который осмелился вершить свою собственную судьбу в столкновении империй. Мощь князей Рюгена зиждилась не только на силе их островной крепости. Она подкреплялась сложной паутиной союзов и клятв верности, сотканной из разнообразных нитей славянских племен и грозной мощи варяжских воинов. Сам остров был плавильным котлом культур, свидетельством могущества династии Рюриковичей. Руяне, искусные кораблестроители и свирепые воины составляли костяк Рюгенского флота. Их знания коварных балтийских течений и непоколебимая верность князьям делали их бесценными союзниками. Ротари, известные своим земледельческим мастерством, гарантировали, что остров будет сыт даже в военное время. Их поля, простиравшиеся по плодородным равнинам Рюгена, давали пропитание растущему населению и питали амбиции князей. На юге Укры знатоки леса и партизанской войны образовывали грозный буфер против вторжений с юга. Их знания дремучих лесов и тактика внезапных нападений вселяли страх в сердца захватчиков, делая их важнейшей линией обороны Рюгенского княжества. Однако, пожалуй, самой интригующей нитью в этом гобелине было присутствие варягов. Эти скандинавские воины, пришедшие с ледяных северных земель, стекались на Рюген, привлеченные обещаниями богатства и приключений. Они служили элитными войсками в Рюгенском войске, их закаленные в боях навыки и свирепость в бою придавали рюгенской военной машине мощное преимущество. Князья, мастера дипломатии, понимали ценность включения этих грозных воинов в свои ряды, укрепляя узы верности взаимным уважением и совместной военной добычей. Рожденный в этом мире сталкивающихся мечей и зыбких союзов князь Рюрик был «predestined for greatness». Само его имя, произносимое со смесью благоговения и страха, отражало мощь его бедных. Однако его путь к власти был вымощен лишениями и закален огнем. Детство Рюрика было далеко от избалованного воспитания, которого можно было бы ожидать от княжича. Угроза вторжения была постоянной тенью, суровым напоминанием о шаткости власти. Германские племена, движимые амбициями своей собственной растущей империи, часто совершали набеги на берега Рюгена. Шум волн, разбивающихся о скалы, часто прерывался лязгом стали, крики битвы были суровой колыбельной для юного князя. Этот ранний опыт воспитал в Рюрике острое чувство выживания, глубокое понимание жестоких реалий власти. Он тренировался вместе с сыновьями самых доверенных воинов своего отца, учась владеть мечом так же ловко, как и завоевывать уважение окружающим. Он изучал военное искусство под руководством седых ветеранов, впитывая их с трудом добытую мудрость и оттачивая свой стратегический ум. Но образование Рюрика выходило далеко, за пределы поля боя. Его обучали сложному искусству дипломатии, учили ориентироваться в коварных течениях союзов и соперничества. Он был непосредственным свидетелем того, как его отец поддерживал хрупкий баланс сил, понимая, что истинная сила заключается не только в военной мощи, но и в способности заключать союзы и манипулировать врагами в своих интересах. Именно в эти годы становления, закаленные в горниле конфликтов и пропитанные традициями своих предков, Рюрик стал лидером, достойным своего рода. Загадка Рюрика. Наследие, покрытое тайной. История Рюрика – это пленительное сочетание истории и легенды. Он – фигура, шагающая сквозь страницы времени. Его происхождение окутано туманом, его деяния эхом, разносятся сквозь века. Он – мост между мирами викингов и славян, воин-король, чьи действия определили судьбу народов. Но, несмотря на его неоспоримое влияние на историю, Рюрик остается загадкой. Его ранние годы – это гобелен, сотканный из слухов и догадок, его мотивы – предмет постоянных споров. Был ли он скандинавским искателем приключений, искавшим счастье на чужбине? Был ли он славянским вождем, который призвал норвежских воинов помочь ему в укреплении власти? Или он был, как предполагают некоторые летописи, потомком легендарной династии скьольдунгов – рода, который вел свое происхождение от самих богов? Ответы на эти вопросы теряются в тумане веков. Мы знаем точно, что прибытие Рюрика на земли восточных славян в IX веке н.э. ознаменовало собой поворотный момент в истории. Это было начало новой эры, эпохи экспансии викингов, которые оставят свой след на обширных просторах Европы и за ее пределами. История Рюрика – это не просто история одного человека. Это история народа, находящегося в движении, народа, движимого жаждой приключений, завоеваний и торговли. Его наследие вплетено в саму ткань России, Украины и Беларуси – стран, которые до сих пор несут на себе отпечаток его правления. Несмотря на скудость современных источников, влияние прибытия Рюрика неоспоримо. Он является свидетельством способности людей влиять на ход истории. Его история – это напоминание о том, что прошлое – это не нечто застывшее и неизменное, а текучий и динамичный габелин, сотканный из бесчисленных нитей человеческих действий и взаимодействий. В следующих разделах мы углубимся в мир Рюрика, исследуя его жизнь, его время и его неприходящее наследие. Мы пройдем от ледяных фьордов Скандинавии до бескрайних равнин Восточной Европы, прослеживая путь воина-короля, оставившего неизгладимый след в мире. Из Скандинавии на славянские земли путь вождя. В то время, как происхождение Рюрика остается окутанным тайной, большинство историков сходятся во мнении, что его корни лежат в Скандинавии. Саги и хроники того времени рисуют яркую картину общества, находящегося в движении, культуры, где морское мастерство и воинское искусство высоко ценились. Ладьи викингов, изящные и смертоносные, бороздили водные пути Европы, неся воинов, торговцев и исследователей к далеким берегам. Они совершали набеги на богатые монастыри и прибрежные поселения. Их свирепость вселяла страх в сердца врагов. Однако викинги были не просто безжалостными налетчиками. Они были искусными мастерами, торговцами и исследователями. Их культура представляла собой сложный габелон жестокости и утонченности. Именно на фоне этой экспансии и приключений Рюрик вышел на сцену истории. Был ли он младшим сыном, ищущим счастье, опытным вождем, движимым амбициями или потомком легендарных королей. Путешествие Рюрика на восток было чревато опасностями и возможностями. Восточно-балтийский регион в IX веке представлял собой кипящий котел из враждующих племен и зыбких союзов. Славянские и финские народы, населявшие эти земли, часто враждовали друг с другом. Их территории пересекали древние торговые пути, сулившие как богатство, так и опасность. Ориентирование на этой опасной местности требовало хитрости, мужества и изрядной доли безжалостности. Рюрик, похоже, обладал всеми тремя качествами в изобилии. Он быстро зарекомендовал себя как грозный лидер. Его дружина пополнилась опытными воинами, жаждущими добычи и славы. Они плыли вверх по рекам, их ладьи рассекали воду, словно ножи, их прибытие возвещали бой барабанов и звон мечей. Поселения подвергались набегам, союзы заключались и распадались, и медленно, но верно могущество Рюрика росло. Он понимал искусство войны, но также осознавал важность союзов и дипломатии в упрощении своих завоеваний. Возвышение Руси – новая сила в Восточной Европе. Прибытие Рюрика на земли восточных славян совпало с периодом интенсивной политической раздробленности и потрясений. Регион представлял собой лоскутное одеяло из конкурирующих княжеств и племенных союзов, каждый из которых боролся за господство над своими соседями. В эту хаотичную смесь вошли Рюрик и его последователи. Их прибытие ознаменовало начало новой главы в истории Восточной Европы. Точные обстоятельства прихода Рюрика к власти окутаны тайной и противоречивыми сведениями. Некоторые летописи предполагают, что он был приглашен править славянскими старейшинами, искавшими сильного лидера для объединения враждующих группировок. Другие утверждают, что он захватил власть силой, его дружина покорила соперничающих вождей и установила свое господство над местным населением. Независимо от точных деталей, ясно, что Рюрик не терял времени на укрепление своей власти. Он основал опорный пункт в Ладоге, стратегическом поселении, расположенном на перекрестке важных торговых путей. Из этой базы силы он и его последователи, известные как Русь, начали распространять свое влияние на окружающие территории. Термин «Русь», первоначально использовавшийся для обозначения последователей Рюрика, в конечном итоге эволюционировал и стал охватывать обширное государство, которое они создали в Восточной Европе. Появление Руси под руководством Рюрика ознаменовало собой поворотный момент в истории региона. Оно возвестило о появлении новой политической и военной силы, которая сыграет ключевую роль в формировании судьбы Восточной Европы на протяжении веков. Правление Рюрика, хотя и окутанное тайной, заложило основу для могущественной династии и возникновения особой русской идентичности, в которой смешались скандинавские и славянские элементы. Его преемники продолжат расширять свои владения, создавая огромную империю, простирающуюся от Балтийского до Черного моря, налаживая торговые пути, соединяющие Восток с Западом и оставляя неизгладимый след в культурном и политическом ландшафте Европы.